здравствуйте друзья вот решил придумать такую небольшую рубрику назвал ее полезной мелочью то есть сегодня хочу поделиться таким небольшим опытом по использованию малокалиберных патронов то есть хочу о чем сказать был когда-то двухтысячном году наверное у меня такой период я жил на Украине когда-то давно и у нас было предостаточно зайца там степя азам зайца мелкая дичь лица вот и о чем хочу рассказать небольшой секретик такой может он для кого-то не секрет но я надеюсь это поможет тому кто не знает вот возьмем допустим патрон обыкновенный вот у меня в частности биатлон пристреленный я к чему хочу это все рассказать то есть есть вот у вас пристреленный боеприпас который дает хорошие стп вот и вам надо сделать с него экспансивный патрон ну то есть разрывной проще говоря чтобы иногда при попадании по зайцам было такая практике давно правда на дальнее расстояние когда стреляешь то есть невозможно уже там выцелить идеально то есть на 100 метров там дальше бывает то есть при попадании по брюшной полости зайца часто можно потерять не добыть его то есть потом просто тупо не найти если собаки там сами то есть заяц подранок уходит неизвестно куда кусты там еще куда-то и может там просто тупо умереть то есть дичь вы портите само собой и терять чтобы этого не происходило когда-то в далекие эти двухтысячные годы я вот сделал просто берешь те лезвие лезвие но желательно найти лезвие не такой вот как это вот жилет белого цвета а если найдете старая него есть такие лезвия коричневого цвета ими бриться невозможно вот но вот для этих работ а мне просто подходит идеально то есть что вы делаете вы берете пулю и рассекаете лезвием накрест то есть можете прогнать пулю ну сколько сможете там до юбочки то есть рассекаете накрест пулю примерно до юбки можно где-то треть пули если рассечете это уже будет достаточно если рассечете до самой поясочков уплотнительного который входит в резьбу канала ствола то будет вообще идеально то есть вы рассекаете пулю аккуратненько и немножечко собираете в кучу на кучность особо она не влияет но как останавливающие действия казала практика идеально работает то есть после потери двух подранков вот я сделал такую манипуляцию со своими патронами и после этого прекратил я вообще терять зайцев то есть подранков мне больше никогда не было при попадании по цели зайц то есть ложился просто на месте это без вариантов такая небольшая хитрость к чему я говорю сейчас конечно выбор патронов очень большой всяких разных экспансивных там дырочками со всякими носиками но вот если у вас как сказать есть любимый патрон вот как у меня допустим на мой счет биатлон меня очень устраивает но в инспансивном его не видел есть только охотник там в инспансивном варианте то вот такая хитрость может вам помочь исключить подранки из вашей охоты но все это маленькая хитрость на сегодня такая если вам понравилась маленькая такая хитрость то пожалуйста комментируйте может у вас свои какие-то есть секреты делимся между собой продвигаем тему может она кому-то будет очень полезно до встречи